Ребятки, всем привет! С вами Александр. И раз вы видите это животное, которое раньше не видели, значит сейчас мы будем его качать. Ну а перед прокачкой, как обычно, небольшой ликбез, ребятки! Кто он был такой? Брантотерий. С греческого языка можно перевести как громовой зверь. Это вымерший род непарнокопытных млекопитающих, живших в позднем Эоцене в Северной Америке. Известно четыре вида ископаемых млекопитающих, относящихся к этому виду. Вымерли они примерно 30 миллионов лет назад, не сумев приспособиться к новой пище, когда леса стали вытесняться лугами. А теперь давайте кое-что проясню по поводу его названия. На самом-то деле это животное изначально называли Титаноттерием, потом его еще называли Мегацерапс, который переводится с латинского как Большой Рог на Лице. Вот так вот дословно можно его перевести. А само название семейства Брантотериевые, или как-то Брантотерии, в общем-то происходит от фольклорного североамериканского названия, которое ему дали племена Сиу. Сиу это были одни из индейцев, довольно, по-моему, грозные. И они считали окаменелые останки Брантотериев, которые находились в районе скалистых гор, костями мифологических громовых коней. Вот такие вот у нас были кони. Так, относительно размеров. Длина 5 метров, высота 2,5, вес 2,8 тонн. Это по одним данным. Зубная система Брантотериев была брахиодонтной. Их коренные зубы имели низкие коронки и замкнутые корни. Ну, если кому-то это было интересно. Это свидетельствует о питании относительно мягкой растительности, то есть листья, возможно, плоды. Ну, а когда, в общем-то, деревья сменились лугами, осталась только трава. А трава это чертовски жесткая пища, ребята. Так что наши коровки сейчас имеют зубки намного крепче, чем были у Брантотериев. Череп Брантотериев был довольно массивный, но мозг, конечно же, там был маленький. Наверное, не такой маленький, как был у стегозавра. Не размером с греческий орех, но тем не менее. На голове у них было характерное для всего семейства украшение. Грандиозные рога, образованные разросшимися носовыми костями, снаружи эти рога были покрыты кожей. У некоторых видов широкие и длинные рога разветвлялись у самого основания, у других они представляли единый вырост, раздвоенный на самом конце. Кстати, вот такая вот картиночка по поводу этих рогов на нос. На носу было в ледниковом периоде. Там картиночку, думаю, вы тоже увидели, либо еще увидите. Большинство останков Брантотериев было найдено на территории штатов Южная Дакота и Небраска. Предполагается, что они обитали в сырых местах. Ну, в смысле, там где была влажность, озера, деревья и тому подобные вещи. Озера, окамеленные зарослями тростников и водолюбивыми кустарниками. На суше росло обильно количество травы и широколистые деревья. Что же касательно причин вымирания. Австралийский ученый Абель предположил такое неожиданное решение. Брантотерии вымерли от смертоносной для некоторых звелей болезни Нагана. Так называется болезнь. Ее возбудительными являются жгутиконосец Трипаносома. Даже не знаю, что это такое. Давайте сейчас загуглю для вас. В общем, это, ребята, какая-то бактерия. Показывать нечего. А переносчиком является всеми известный имя муха ЦЦ, которую все давно знают и слышат. Однако такое оригинальное объяснение исчезновения бронтотерии не приемлет многие палеонтологи. Существует иная точка зрения на проблему исчезновения этих загадочных животных. Ученые считают, что изменение климата и растительности является основными причинами вымирания гипоморфных громовых зверей. В прошлом их скелеты, оказавшиеся на поверхности благодаря дождям, находили племена индейцев. Индейцы верили, что эти звери создают молнии, когда пробегают в облаках, и называли их громовыми конями, о чем я вам и говорил ранее. Большинство найденных идейцами скелетов принадлежали зверям, погибшим во времена вулканических извержений. Позвоночник бронтотерия имел длинные костяные выросты, необходимые для крепления мощных шейных мускулов. В мультфильме ледниковой периоды есть бронтотерии Фрэнк и Карл с двойным рогом и рогом в виде щита, которых принимают за носорогов. О чем я вам тоже, ребятки, сказал. Ну пошли качать. Так, ну а теперь давайте сравним его с той информацией, которая у нас здесь имеется. Так, опять эта кнопка, по которой, ну, невозможно клацнуть. Ну как-то понимать. Так, бронтотерии, также известный как Мегацерапс, еще и там у Титана что-то, я вам говорил. Так, относится к гигантским копытным млекопитающим, похожих на носорогов. Его рост достигает почти 2,4 метра. Так, эволюция 2. Хотя бронтотерии похож на огромного двурогого носорога, на самом деле он состоит в более близком родстве с лошадьми. Вот так вот. Так, как тебя тут забрать? Так, у самцов бронтотерии рога были крупнее. Ими они сражались между собой, чтобы привлечь внимание самок. Ну, как обычно. Так, ну, это она пока что недоступна, но выглядит феноменально, ребята. Смотрите, какая у нас тень. У нас смесь бульдога с носорогом, а точнее смесь лошади, носорога и оленя. Вот так вот у нас получится. Так, куда-то мы вышли. Давайте же будем его качать. Вот так вот он у нас, ребятки, выглядит на 10 уровне. Ничего особенного из себя не представляет. Ну, вот его показатели. Слабенький. То есть он у нас спасили будет, как обычный, легендарный. Вот 20 уровень, 1200, 700. Немножко пятнистость появилась. И 30 уровень. Вот, вот такой бронтотерии. Ну, тоже, как бы, отличие минимально. Просто раскраска. Так, по традиции, тогда идем. Сейчас делаем сначала бой нашим животным. Так, ой, далеко же их искать надо будет. Так, вот есть первый бронтотерий, но это далеко. Черт, а 10 же очень далеко находится. Вот нашел второго. Сейчас найдем еще и третьего. Так, у нас здесь динатерий. Кстати, динатерий оказался еще слабее, да? Слабее, чем даже 20-й бронтотерий. Так, ну а 10-го найти это будет... Ой, ее непросто. Так, тут у нас уже суперредкие саблезубики пошли. Вот он. Один есть. Так, по нарастающей, конечно же, нужно брать. Вот второй. И вот третий. У него неплохая сила удара. Смотрите, вокруг него животное с силой в 2-3 тысячи жизни. Ну и силой удара, конечно, с половинку. Так, а кто у него такой ближайший здесь у нас? Ну вот, Залмоксис, ближайший его такой, скажем так, родственник. У нас это будет и чертовски сильный демагер. Ну, погнали его. Обкатаем. Верхом он же лошадь. Обкатаем его. Обуздаем, так сказать. Так. Ну, что-то слишком большой сикадантазавр. Три удара. Молодец, что он их не нанес. Постараемся откопиться. Опять атакует на четыре. Жизни много у сикадантазавра. Это правильно, что он стоит у него первым, конечно. Но нам это очень неудобно. Опять же, тоже защищать не будем этого. Опа, ну как лошадь с задними ногами легнул. Так, у него анкела жирный. Жирный, жирный. У него противники четыре. Атакует на все четыре. Как-то странно. Почему на все четыре ему хватало бы и трех. Раз-два-три. Сколько будет бить? Раз-два. Так, как это? Ну, два, думаю, выдержим. Десятый приатродон. Суперсоник удар. Хотя мы так мало били, но удар уже был непростой. Два по 600 должны выдержать. Давай, атакуй, и мы победим. Так, черт, плохо. У него было два плюс четыре. У него семь. Два должны выдержать. Давай, на все семь. Ну, семь, куда? Давай, атакуй. Хотя мы, может, и не выдержим. Я тут такой. И что? Так, ну, наш шанс. Мы так и не узнали, пробивал бы ли он нас или нет. 600, давайте, 662. Сейчас, ребята, даже ради вас, ради, скажем так, достоверности я это все дело посчитаю. 662 умножить на 2 и умножить на 1.4. 1853. А у нас было сколько? 1800 с чем-то. Сейчас посмотрим. Он бы нам нанес урон 1853, ребята. То есть, он, мне кажется, у нас, кажется, было меньше. Так. Давайте возвращаемся к нашим попугаям. Так, собираем мясо. 1856. То есть, противник нас мог убить 10 раз. Но нам повезло. Давайте будем жить. Так, а мне тут одного бронтатеря не хватает. Точно, точно я и забыл. Вот он, ребятки. Ну, вы поняли. Следующий, кто у нас будет на прокачке. Кушает он себе там спокойно травку. Сейчас мы еще эту анимацию увидим. Можно взять комбинацию такую же, как он брал. Секадентазавр, бронтатерий и еще там кто-то. Секадентазавр, бронтатерий и еще там. Жует себе травку. Похож на лосорога, да? Но на самом деле лошадь. Вот такое бывает в жизни. Забыл, как называется этот научный термин, который говорит о том, что два разных животных... Это я проговорил его, когда про телокосмила рассказывал. Что он совсем не родственник саблезубого тигра, да? Но у него тоже были такие же зубы и сабли. Это и есть научный термин, который говорит о том, что если животные... Два разных животных, не связанных между собой, находились в схожих природных условиях, они могут там иметь схожие характеристики. Ну, типа, выглядеть одинаково. Ну, вот у нас что-то типа того вот с носорогом. Да, но, как говорится, у них были зубы, в общем-то, как я говорил, совсем не как у нас, у травоядных. То есть они ели, скорее всего, там более такие свежие листья и плоды. То есть, а носорог у нас травоядный все-таки больше. Он щиплет травку, как корову. Жук-олень. Смешай в кучу носорога и оленя. Ужас. Страшно даже смотреть. Вот так, да. Шесть рогов тоже у него появились в итоге. Ну, он просто как какой-то гоблин оброс от этим всеми шипами. Давайте сейчас прочитаем же последнюю. Нам стоит сколько? Миллион еды нам дали, ребята. Неплохо. Бронтатери означает громовой зверь. Удачное название для бронированного травоядного гиганта. Ну, как мы знаем, что это индейцы его так назвали. Громовая лошадь. Он у них был, блин, куда-то я вышел. Так, качаем. Так, сколько просить еды? Ну, миллион пятьсот за раз. Миллион шестьсот. Миллион семьсот. Миллион восемьсот. Секунду. Так, на секундочку отлучился. Дверь открылась. Так, ну, смотрим. 2500 на 1500 по факту. Такой вот у нас урон. И пойдем-ка его протестируем, ребята. Сразу же. Кстати, да, вот я только сейчас записывал серию про Jurassic World Live. Думаю, ну, надо же вам сделать подарочек. Думал, эту серию в субботу выкладывать. А тут, думаю, нет. Все-таки надо динозаврика выпустить на свет. Так, у нас здесь есть мамонт. Ближайшее. Вот тело Космил. Вот то слово научное напишите в комментарии, ребята. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот апатазавр, бронтотерий. И пусть будет... Ну, пусть будет мамонт. Сравним размеры. Так, у нас тело Космил. Тело Космил. Это, ну... Нехорошо, неплохо. А вот Ютиранус не очень хорошо. Так, противник у нас довольно сильный. У него есть сигназухи, тело Космил есть. Но это хорошо. Нам довольно редко попадается в противники кайнозольские животные. В основном одни динозавры. Это говорит о том, что дерутся в основном динозаврами. Ну, конечно, если выбирать кого качать кайнозольского или динозаврика, я тоже выбрал бы динозаврика. Но зато вот Ютиранус. Ютиранус, да, более мелкий, пернатый Тирекс. Так, у противника было 5. Вот так вот выглядит наш зверь. Мы очень удачно. Блин, я его вообще-то за один удар пробивал. Ой, да, зря я тут защиту поставил. Вот, блин, ему как повезло, да? Смотрите, вот просто повезло. Чутелька в тютельку. Нет, 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 нет. Мы атаковать не будем. Так, вот, атаковать на все 6. Тело Космил же тоже сильная тварь. Блин, не помню. Хорошо, что у меня мама все-таки остается. У него по нулям. Здесь атака на 2. Раз-два, раз-два. Ну, на всякий случай 3. Тысяча вот, атаковать у него, тысяча. Ну, не проатаковал, ну и все. Раз-два-три, он покойник. Раз-два-три, он покойник. вот такие вот ребятки дела у нас были такие были битвы вот таким вот шикарным зверем в общем-то хороший достойный зверь в общем-то хороший представитель кайной зойских степных зверей с хорошим ударом потому что эндрик атери вообще со своим ударом не никуда не лес ну а на этом все с я с вами прощаюсь пишите кто будет играть в раскурт лайв и лайв с вами был александр всем пока